чудесная рубашка русские народные сказки в некотором царстве жил богатый купец помер купец и оставил трех сыновей на возрасте два старших каждый день ходили на охоту в одно время взяли они с собой и младшего брата ивана на охоту завели его в дремучий лес и оставили там с тем чтобы все отцовское имение разделить меж собой а его лишить наследство иван купеческий сын долгое время бродил по лесу ел ягоды до коренья наконец выбрался на равнину и на той равнине увидал дом вошел в комнаты ходил ходил нет никого везде пусто только в одной комнате стол накрыт на три прибора на тарелках лежать три хлеба перед каждым прибором по бутылке с вином поставлено иван купеческий сын откусил от каждого хлеба по малому кусочку съел и потом из всех трех бутылок отпил понемножку и спрятался за дверь вдруг прилетает орел ударился землю и сделался молодцы за ним прилетает сокол за соколом воробей ударились о землю и оборотились тоже добрыми молодцами сели за стол кушать а ведь хлеб да вино у нас початы говорит орел это правда отвечает сокол видно кто-нибудь к нам в гости пожаловал стали гости искать вызывать говорит орел покажись к нам коль ты старый старичок будешь нам родной батюшка коли ты добрый молодец будешь родной братец коли ты старушка будешь мать родная а коли красная девица назовем тебя родной сестрицей иван купеческий сын вышел из-за двери они его ласково приняли назвали своим братцем на другой день стал орел просить ивана купеческого сына сослужи нам службу останься здесь и ровно через год в тот самый день собери на стол хорошо отвечает купеческий сын будет исполнено отдал ему орел ключи позволил везде ходить на все смотреть только одного ключа что на стене висел брать не велел после того обратились добрые молодцы птицами орлом соколом и воробьем и улетели иван купеческий сын ходил однажды по двору его смотрел в земле дверь за крепким замком хотелось туда заглянуть стал ключи пробовать ни один не подходит побежал в комнаты снял со стены запретный ключ отпер замок и отворил дверь подземелье богатырский конь стоит во всем убранстве по обеим сторонам седла две сумки привешены в одной золото в другой самоцветные камни начал он коня гладить богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышип из подземелья на целую сажень от того иван купеческий сын спал беспробудно до того самого дня в который должны прилететь его названные братья как только проснулся запер он дверь ключ на старое место повесил и накрыл стул на три прибора вот прилетели орел сокол и воробей ударились о землю и сделали с добрыми молодцами поздоровались и сели обедать на другой день начал просить ивана купеческого сыну сокол сослужи службу еще один год иван купеческий сын согласился братья улетели а он опять пошел по двору увидал в земле другую дверь отпер и тем же ключом в подземелье богатырский конь стоит во всем убранстве по обеим сторонам седла сумки прицеплены в одной золото в другой самоцветные камни начал он коня гладить богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышеп из подземелья на целую сажень от того иван купеческий сын спал беспробудно столько же времени как и прежде проснулся в тот самый день когда братья должны прилететь запер дверь ключ на стену повесил и приготовил стол прилетают орел сокол и воробей ударились о землю поздоровались и стель обедать на другой день поутру начал воробей просить ивана купеческого сына послужи-ка и службу еще один год он согласился братья обратились птицами и улетели иван купеческий сын прожил целый год один одинехонек и когда наступил урочный день накрыл стол и дожидает братьев братья прилетели ударились о землю и сделали с добрыми молодцами вошли поздоровались и пообедали после обеда говорит старший брат орел спасибо тебе купеческий сын за твою службу вот тебе богатырский конь дарю со всею сбру ее и с золотом и с камнями самоцветными средний брат сокол подарил ему другого богатырского коня а меньший брат воробей рубашку возьми говорит эту рубашку пуля не берет коли наденешь ее никто тебя не осилит иван купеческий сын надел ту рубашку сел на богатырского коня и поехал сватать за себя елену прекрасную об ней было по всему свету объявлено кто победит змея горыныча за того ей замуж идти иван купеческий сын напал на змея горыныча победил его и уж собрался защемить ему голову в дубовый пень да змея горыныч начал слезно молить просить не бей меня до смерти возьми к себе в служение буду тебе верный слуга иван купеческий сын жалился взял его с собою привез к елене прекрасной и немного погодя женился на ней а змея горыныча сделал поваром раз уехал купеческий сын на охоту а змей горыныч обольстил елену прекрасную и приказал ей разведать отчего иван купеческий сын так мудр и силен змей горыныч сварил крепкого зелья а елена прекрасная напоила тем зельем своего мужа и стала выспрашивать скажи иван купеческий сын где твоя мудрость на кухне в веники или елена прекрасная взяла этот веник изукрасила разными цветами и положила на видное место иван купеческий сын воротился с охоты увидал веники спрашивает зачем этот веник изукрасила а затем говорит елена прекрасная что в нем твоя мудрость и сила скрываются ах как же ты глупо разве может моя сила и мудрость быть в веники елена прекрасная опять напоила его крепким зелем и спрашивает скажи милый где твоя мудрость у быка в рогах она приказала вызолотить быку рога на другой день иван купеческий сын воротился с охоты увидал быка и спрашивает что это значит зачем рога вызолочены а затем отвечает елена прекрасная что тут твоя сила и мудрость скрываются ах как же ты глупо разве может моя сила и мудрость быть в рогах елена прекрасная напоила мужа крепким зельем и снова стала его выспрашивать скажи милый где твоя мудрость где твоя сила иван купеческий сын и выдал ей тайну моя сила и мудрость вот в этой рубашке после того уснул елена прекрасная сняла с него рубашку а самого изрубила в мелкие куски и приказала выбросить в чистом поле а сама стала жить змеем горынычем трое суток лежало тело ивана купеческого сына по полю разбросано уж вороны слетелись клевать его на ту пору пролетали мимо орел сокол и воробей увидали мертвого брата бросился сокол вниз убил с налету вороненка и сказал старому ворону принеси скорее мертвой и живой воды ворон полетел принес мертвой и живой воды орел сокол и воробей сложили тело ивана купеческого сына спрыснули сперва мертвую воду а потом живую вам купеческий сын встал поблагодарил их они дали ему золотой перстень только иван купеческий сын надел перстень на руку как тот час оборотился конем и побежал на двор елены прекрасной змей горыныч узнал его приказал поймать этого коня поставить в конюшню и на другой день поутру отрубить ему город голову при елене прекрасная была служанка жале и стала такого славного коня пошла в конюшню сама горько плачет и приговаривает ах бедный конь тебя завтра казнить будут провещала и конь человеческим голосом приходи завтра красная девица на место казни и как брызнет кровная на землю заступи ее своей ножкой после собери эту кровь вместе с землею и разбросай кругом дворца поутру повели коня казнить отрубили ему голову кровь брызнула красная девица заступила ее своей ножкой а после собралась вместе с землей и разбросала кругом дворца в тот же день выросли кругом дворца славные садовые деревья змей горыныч отдал приказ вырубить эти деревья и сжечь все до единого служанка заплакала и пошла в сад в последний раз погулять полюбоваться провещала ей одно дерево человеческим голосом послушай красная девица как станутся отрубить ты возьми одну щепочку и брось в озеро она так и сделала бросила щепочку в озеро щепочка оборотилась золотым селезнем и поплыла по воде пришел на то озеро змей горыныч вздумал поохотиться увидал золотого селезня дай думает живьем поймаю снял с себя чудесную рубашку что ивану купеческому сыну воробей подарил и бросился в озеро а селезень все дальше и дальше завел змея горыныча вглубь вспорхнул и на берег обратился добрый молодцы надел рубашку и убил змея после того пришел иван купеческий сын во дворец елену прекрасную прогнал а на ее служанке женился и стал с ней жить поживать добра наживать и Продолжение следует...